На праздничное дежурство специализированной пожарной части номер один заступят 12 человек. В готовности к оперативному реагированию находятся три единицы спецтехники. Для Сулеймена Амургалиева это будет первая новогодняя ночь на рабочем месте. Я работаю в службе пожаротрешения уже один год. Закончил я колледж СК БПК, после отслужил в армии и решился устроиться в эту службу. В 10 классе произошла ситуация, я горел напротив моей бабушки дом и мы пошли помогать там и соседям. После этого захотелось мне стать пожарным. Какими качествами должен обладать пожарный? Я думаю смелостью, это первым. Терпением и добротой. На посту в новогоднюю ночь будет находиться Нурбалад Дустанов. Для него это не первое праздничное дежурство. Говорит, работать ночь на 1 января всегда напряженнее. Не только спасатели, но и все экстренные службы в это время переведены на усиленный вариант несения службы. Надеется, что очередная новогодняя смена пройдет без происшествий. В службе пожаротушения работаю 6 лет. Моя профессия мне нравится. Я хочу сказать, чтобы молодые люди не боялись и шли работать по такой, на мой взгляд, благородной профессии. В практике спасателей случаи бывают разные. В новогоднее дежурство пожары происходят по многим причинам. Неосторожное обращение с пиротехникой, неисправные гирлянды, перегрузка из-за неправильной эксплуатации бытовой техники. Честники еще раз напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. Салюты покупать в разрешенных местах, в которых имеются сертификаты, а также при использовании салюты должен быть от частного сектора, от каких-либо строений, определенных расстояниях. То есть его устанавливать на плотную поверхность, при испытании отопительной печи. То есть, когда по разничные дни люди теряют бдительность, то есть многие моменты он не предусматривает. Либо при минусовой температуре они начинают топить и, соответственно, начинается потом происходит возгорание. В области в новогоднюю ночь будут дежурить 170 пожарных с помощью 70 единиц спецтехники. Камила Карим, Олег Косинов, МТРК. Работники скорой медицинской помощи круглые сутки стоят на страже здоровья жителей области. По словам фельдшеров, в праздничные дни работы заметно прибавляется. Количество вызовов увеличивается на 25-30%. Люди зачастую вызывают с болезнями желудочно-кишечного тракта ввиду праздничного стола, допустим. Ну, зачастую, опять же, проблема алкоголя бывает. Много пациентов встречается с алкогольным опьянением. Ну, нагрузка у нас за счет этого увеличивается в плане того, что некоторые пациенты бывают буйные. Ну, справляемся. В принципе, народ у нас опытный, ребята все квалифицированные. Для своевременного обслуживания большого количества вызовов в праздничные дни подключаются дополнительные бригады. Действовать по такой схеме планируют и в этом году. В областном центре скорой медицинской помощи работают около 500 сотрудников. Оказание быстрой и качественной медицинской услуги – это слаженная работа диспетчеров, старших врачей, водителей и фельдшеров. Если обычно мы по области обслуживаем до 500 вызовов, то в новогодние дни до 700. Поэтому все будет вовремя, не нужно переживать. Ну и, пожалуйста, нужно следить, уважаемые северокарстанцы, за своим здоровьем, чтобы лишний раз не беспокоить скорую медицинскую помощь. Ну, а в случае надобности, конечно, мы всегда и своевременно ее окажем. Областной центр скорой медицинской помощи считается самым лучшим в стране. Летом наши парамедики заняли первое место в ежегодной республиканской спартакиаде бригад скорой медицинской помощи. К слову, в следующем году соревнования будут проводиться в нашей области. Валерия Филатова, Шарниас, Иманов, МТРК. Владение оперативной обстановкой, своевременное реагирование, руководство нарядами и многое другое. Все это входит в обязанности Асель Жумабаевой. Службе в полиции она посвятила 13 лет своей жизни. Не раз Асель приходилось встречать Новый год на работе. В новогоднюю ночь на оперативный канал 102 поступает порядка 150-140 вызовов. Чаще всего это семейные скандалы. Дебош, также нарушение правил дорожного движения. Среди них попадается также мошенничество, кражи. Пока обычные жители отдыхают, полицейские следят за тем, чтобы новогодняя ночь прошла мирно. Существует по этому поводу у стражей порядка некое поверье. Желать спокойной ночи здесь нельзя. Обычно говорят, скучного тебе дежурства. Придерживаемся данного поверья. При заступлении на смену спрашивают обстановка как. Тихо, все нормально. В общем, мы пытаемся пресечь данные пожелания, чтобы действительно прошло как можно более спокойнее суточное дежурство наше. Эту новогоднюю ночь Нурмула Бектасов тоже проведет на дежурстве. Праздновать особо времени нет, признается полицейский. Нужно всегда быть на готове. В органах внутренних дел я работаю более 16 лет. И большую часть времени работаю на разных должностях. Большую часть времени новогодние праздники я встречал на дежурстве. В мои обязанности входит оперативное реагирование всех подразделений на пресечение, выявление, а также предупреждение тяжких преступлений. Например, в прошлом году была ситуация, что в одном из домов по улице Назарбаева люди распивали спиртное в подъезде, где соседи не обращали внимания, думали, что люди празднуют, а это привело к печальным последствиям, к особо тяжкому преступлению. Всего в области на службу в новогоднюю ночь заступают порядка 500 полицейских. Задействованы будут все службы. Диана Салихова, Олег Косинов, МТРК Хотим пожелать счастья, здоровья, добра, всего самого лучшего и просто человеческого счастья. Всем здоровья, счастья, у всех, чтобы деньги были. Всех успехов. Петропавловскому всем привет. Это не приглашенные аниматоры, а работники городского маршрутного автобуса номер 9. Чтобы поздравить горожан с Новым годом, они сменили повседневную одежду на праздничные костюмы. Мархабат Носурбаев работает водителем на этом маршруте около 10 лет. Надежда Бессмельцева устроилась кондуктором около полугода назад. В предпраздничные дни пассажирам маршрутного автобуса номер 9 для поднятия настроения раздавали сладости. Горожане в ответ делились своими пожеланиями. Я хочу всем в этом новом году пожелать счастья и чтобы никто не заболевал. Чтобы у нас самое главное было мерки, чтобы зараза у нас, все эти болячки, все бы обходило нас стороной. Поздравляю всех с Новым годом. Пусть все будут счастливы. Желаю хорошего настроения и исполнения желаний. Дарья Пушмансова, Александр Янцен, МТРК. Советские елочные игрушки Деда Мороза и Снегурочки из ваты. Все это можно увидеть на выставке «Дед Мороз спешит на елку в городском ботаническом саду». Организаторы выставки говорят, секрет рукоделия из проволоки и воска хоть и утерян, оформление выполнено со вкусом. Впервые выставка за долгое время была открыта после пандемии. То есть последняя такая экспозиция где-то в 2015 году была у нас. Потом был перерыв. И вот в этом году мы решили возобновить для того, чтобы порадовать старшее поколение, которое может прийти и придаться ностальгическим чувствам. И, в общем-то, молодое поколение, которое даже бывает, что никогда и не видели вот такие игрушки стеклянные. На полках около 200 елочных игрушек из 100 кукол Деда Мороза и Снегурочки. Директор ботанического сада Артур Рязапов хранит эти игрушки с самого детства. Коллекцию собирал еще его отец. По его словам, это возвращает его в беззаботное детство. Из моего детства заполнилась вот такая игрушка в виде солнца. То есть у нас эти игрушки вешались попарно. То есть из различных рассказов, в общем-то, эта игрушка связывает нас с древними ацтеками, с майя, в общем-то, которые поклонялись солнцу. Своего первого Деда Мороза Анна Лишенко купила для ребенка. Хотела показать, какими были игрушки в ее детстве. Сегодня она собрала коллекцию из 84 кукол и продолжает ее пополнять. Приобретает их через социальные сети. Интересно для жителей тем, что это игрушки их детства. То есть есть 60-х годов, есть 70-х, 50-х годов. То есть каждый человек в возрасте уже такого возраста, они когда приходят, они вспоминают, как они стояли в очереди, как они доставали, как им мамы покупали, как они за каждого Деда Мороза и Снегурочку боролись с братом и сестрой. То есть каждая игрушка, она несла какую-то свою такую ауру, воспоминания, которая приносила улыбку жителей нашего города. В коллекции Анны куклы разных годов и размеров. Ее гордость – Дед Мороз из ваты и дерева, сделанные на Калининской фабрике. Подобные игрушки производили в 90-е годы. Это фабрика Калининская, Дед Мороз. Первоначально выпускались Дед Морозы на ножках, а потом упростились, начали уже без ножек, просто на подставке. Дед Мороз ватный, у него внутри дерево, то есть каркас – это дерево, на которое наносилась вата. Таких Дед Морозов называли кисельные. Выставка «Дед Мороз спешит на елку» проводится каждый год. Работать она будет до середины февраля. Валерия Осеваш, Олег Косинов, МТРК. Символом года является зеленый деревянный дракон, символизирующий в китайском календаре силу, мир, порядок и накопление. Согласно легенде, дракон превращает материальное золото в духовное и наоборот, объединяя и призывая к единству. Особенно важными в этом году будут взаимоотношения семейные и родственные. Плутон в Водолее и Сатурн в Рыбах покажут, как важно подстраиваться под быстроменяющийся мир, развиваться и быть дисциплинированным. Стоит обратить свое внимание на то, что происходит внутри, а не то, что снаружи. Юпитер в Тельце продемонстрирует значимость накоплений и умение коммуницировать с окружающими. Овны. Время упорного труда, реализации новых проектов и идей. Отличный период для совершения крупных покупок и сделок. Сколько наработаете, столько и получите. Тельцы. Не бойтесь мечтать. И жизнь даст вам то, что нужно. Время карьерного роста, путешествий и достижения новых высот. Близнецы. Для вас появляются неожиданные перспективы после довольно долгого периода застоя. Не бойтесь доверять близким и знакомым, которые будут протягивать руку помощи. Именно благодаря им вы сможете развить свое дело. Раки. Возможности для продвижения всех задуманных ранее идей. Отличный шанс переехать или сменить работу. Завести новых друзей и покровителей. Львы. Год открывает карьерные возможности для реализации вдали от дома. Не упустите свой шанс. Полагайтесь на помощь тех, кто протягивает вам руку. Девы. Год большого труда и успеха в карьере. Весы. Неожиданные события и трудное воплощение идей только помогут стать мудрее и успешнее, вырасти духовно. Помогайте семье и своим партнерам. Скорпионы. Хорошие возможности в работе, для переезда и постройки нового дела. Будьте смелыми. Только показав себя миру, вас начнут замечать. Стрельцы. Период трансформации во всех сферах жизни. Отличные шансы для карьерного роста и любовных отношений. Козероги. Хорошие творческие возможности, которые помогут стать более востребованными на работе. Прекрасное время для путешествий, любви и возможного прибавления в семье. Водолеи. Время, когда труд принесет успех и возможности для обогащения. Принимайте с радостью помощь от близких и родных. Рыбы. Удачный год для путешествий, обучения и преподавания. Хорошее время для приобретения недвижимости и новых связей. Отношения выйдут на новый уровень развития. Нужно быть смелым драконом, чтобы год принес реализацию и успех. Новогодние представления для самых юных зрителей стартовали в областном русском драматическом театре имени Николая Погодина. Режиссер-постановщик вместе с творческой командой подготовил для ребят два сказочных спектакля. В Новый год мы приглашаем наших зрителей на сказку «Золотой ключик» и «Интермедию. Тайна Деда Мороза». «Золотой ключик» и «Буратино» – это спектакль по пьесе Анны Богачевой. Вообще история знакома нам всем с нашего детства, поэтому мы с артистами очень тепло и бережно относились к этой истории. Мы начинаем нашу новогоднюю кампанию с 25 числа по 6 января. И я надеюсь, что мы охватим весь город. Сначала ребята водили дружные хороводы вокруг праздничной елки, повторялись за сказочными героями танцевальные движения, играли в интерактивные игры. Не обошлось на новогоднем празднике без главных гостей – Деда Мороза и Снегурочки. Вместе с ребятами они зажгли главный символ торжества – красивую и высокую елку. После новогоднего утренника в зале театра состоялась премьера сказки «Золотой ключик». Буратино, Пьеро, Карабас-Барабас, Лиса-Алиса и Кот-Базилио. Этих героев все взрослые дети знают и помнят с малых лет. Здравствуйте! Меня зовут Пьеро. Сегодня мы разыграем перед вами комедию под названием «Девочка с голубыми волосами». Молодой актер Павел Вилков в новогодней сказке исполняет роль Буратино. Его герой является воплощением детской доверчивости и беззаботности. Он добрый, очень наивный, он всем верит, поэтому его большинство персонажей в этой сказке обманывает. Для Буратино это заканчивается чем-то хорошим и добрым, а чтобы узнать, чем это все закончилось, нужно прийти и посмотреть. В детских сказках даже отрицательные персонажи заслуживают собственный счастливый конец. Они не меньше главных героев могут научить ребят хорошим и важным вещам. Я исполнитель роли Базилио, отрицательный персонаж, но один из тех, кто четко добивается своих целей всеми способами. И мы показываем, что не все способы хороши. Мы, наверное, показываем на своем примере отрицательными персонажами, что не все, кто прикидывается хорошими и заботливыми, на самом деле преследуют хорошие планы и тебе добро это не всегда принесет. Новогодние представления красочные и поучительные. Они воплощают в жизнь волшебство и дарят праздничное настроение. Сказочные герои учат юных ребят различать добро и зло, проявлять сострадание и не терять позитивный настрой. Валерия Филатова, Олег Косинов, МТРК. На сцене Казахского музыкально-драматического театра имени Сабита Муканова полюбившийся детям персонаж Гринч. Самый главный волшебный праздник его раздражает. Поэтому изо всех сил пытается украсть новогодние письма и сам Новый год. Этой постановкой актеры театра показывают зрителю борьбу между добром и злом. Утренник для детей Тангажа и Полем поставил режиссер Тауренту Ибазаров. Я сам отец. Мой сын каждый год пишет письмо Деду Морозу. Среди собравшихся 200 детей есть, наверное, те, кто написал письмо Деду Морозу. Этот спектакль посвящен именно исполнению мечты в новогоднюю ночь. Я считаю, что мечты наших детей должны сбываться. Актеры на сцене активно общались с юными зрителями из зала. Дети верят, что добро всегда побеждает зло. Вышли на сцену Дед Мороз со Снегурочкой и другие герои. Что касается спектакля, то мы пытаемся осуществить мечту мальчика по имени Арман. Этот мальчик пишет письмо Деду Морозу. А злой Гринч крадет детские подарки и изо всех сил старается помешать празднику. Спектакль длится 30 минут. При входе в казахский музыкально-драматический театр сразу чувствуется праздничная атмосфера. Коллектив театра создал новогоднюю сказку специально для самого юного зрителя. В театре в канун Нового года утренники проводят три раза в день. Камила Карим, Акжунус Мукатай, Шерни Азиманов, МТРК. Для детей военнослужащих воинской части 66-37 прошел новогодний утренник. Ребята в предвкушении начала концерта. Готовят новогодние наряды, повторяют стихи, которые разучили для Деда Мороза и Снегурочки. Рассматривают зеленую красавицу. Здесь сегодня собрались члены семей военнослужащих нашей части, их дети вместе с родителями. Сегодня для нас будет организован спектакль новогодний, выступление аниматоров у елки и, естественно, вручение подарков для наших маленьких детишек. На утренник пришли около ста детей. Им показали спектакль о символе наступающего года – драконе. Он приехал в страну, в которой живет Дед Мороз, познакомился с лесными жителями и подарил детям сказку. Ты будешь править годом дракона на всей земле. Мы сегодня с дочерью пришли на спектакль детский. Очень классно получилось, очень здорово. Ей очень понравилось. Хотим поздравить всех с наступающим Новым годом. Пожелать счастья, здоровья, благополучия. Ну и чтобы наши детки росли всем на радость. Новогодний праздник проходит хорошо. Детям очень нравится. Мы пришли повеселиться с детьми. Поздравляем всех с Новым годом. Пусть такие мероприятия организуются чаще. Поздравляю всех казахстанцев, военнослужащих и ветеранов отрасли с наступающим Новым годом. Всем здоровья и счастья. Пусть наша страна будет безопасной, а наш народ дружным. Нам с дочкой очень нравится спектакль. От всей души поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками. Желаю каждой семье только здоровья, обильного счастья и мирного неба. Пусть каждая семья будет дружной и сплоченной. Новогодний праздник детям военнослужащих дарят каждый год. Они получают сладкие подарки. В период с 27 по 31 декабря каждого ребенка приезжают поздравлять домой Дед Мороз и Снегурочка. Валерия Сиваш, Вадим Мудрисов, МТРК. Новый год с новым счастьем. И Снегурочка, и я поздравляю вас с друзьями. Жанга жил, жанга жил, жанга жил, да, жанга жил. Жанга жил, да, жанга жил. Традиционно новогодний утренник накануне прошел для полицейских. Около сотни ребят пришли, чтобы увидеться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Поводить с ними хоровод вокруг красавицы елки. Всем желаю хорошего, нового года. Самое главное всем здоровья, чтобы наши дети бегали, радовали нас. Организовали праздник для детей работники дворца школьников. Яркую концертную программу подготовили творческие коллективы. Дед Мороз, Снегурочка и другие волшебные персонажи стали участниками детского спектакля о похищении новогоднего письма. Праздничные дни полицейские проведут в усиленном варианте несения службы. Оперативники, криминалисты, следователи и дознаватели, участковые инспекторы и сотрудники батальона патрульной полиции. Все выходные они будут находиться на своих рабочих местах для охраны, правопорядка и оперативного реагирования на происшествия. Камила Карим, при содействии пресс-службы областного департамента полиции.